Музыка Тяжелая неказиста жизнь обычного артиста Вчера, да и буквально два часа назад, я находился в республике Мордовия А сейчас я уже нахожусь в Рязанской области, в райцентре поселок Кадам И конечно сегодня я сюда приехал, чтобы снять свой 35 по счету выпуск проекта Спасибо за подаренную жизнь и посетить людей войны Здравствуйте, дорогие Здравствуйте, здравствуйте Ну я хочу сказать, что я приехал к Варламову Евгению Кузьмичу Это ребенок войны, с ним я пообщаюсь в доме, потому что на улице сегодня холодно, 17 градусов И скажу вам спасибо за подаренную жизнь Да, спасибо Что вы помните вот с тех военных годов? Сколько вам лет было, когда война началась? Когда война началась, мне было три года Ну, так, когда началась, то я не так уж мы помним А вот сам период войны, это вот мы хорошо помним Потому что годы-то такие тяжелые были Отца забрали в 42-м году, его тоже забрали под Ленинград Собственно говоря, там он и остался, погиб А мы остались у матери, осталось у нас три богатыря Трое сыновей И одна приемная дочь Сестра отца Он ушел, а она осталась с четырьмя детьми Ну, что, конечно, чего там, значит Тяжелые годы были Вот, тяжелые Ну, особо вот к концу войны уже такие тяжелые были Когда что-то там, урожай был И есть-то было Да, водовка Да, нечего Ну, а что делали? Желуди Собирали, приносили все это дело Камерник Ну, это уж когда Да Зелень, и щавель, и речка у нас рядом была Там такие окуня были, ловили А самое главное, там были раки у нас Вот сейчас нет этого, вот все это дело как-то А тогда пойдешь сразу в корзину рак А в корзину ее, что там, костер сделал И на эти костер прям его бросаешь Он красный, какие вкусные Правда, пива ничего этого, конечно, не было Но сами вот раки, я до сих пор помню, как это дело было Вот, но самый, конечно, тяжелый год был Это 46-й После войны Выжили корова У матери была Она Значит, ей дали корову И вот эта корова, и очень удойная, такая, высокоудойная И она нас всех поставила на ноги А тогда и себя обеспечивая, и государству мы платили там Сколько? Желуди, желуди, желуди вроде, ну так, хорошие, так, мы Но Осенью, осенью мы их на костре то же самое сделали Они такие вкусные, разжаренные Есть-то нечего И хлеб перед теми И вот я помню, значит, этих желудей То есть, осенью мы наелись А зима-то, чего? Хлеб из этих, из этих желудей А я переел их Не могу, вот запах этих желудей Меня вот все ум мутит, я ухожу А скажите, скажите, где вы с супругой познакомились? В деревне рядом у нас В деревне рядом были, да Он в школу ходил, в нашу деревню Вот, там, это, 900 метров Да, но это же после, когда я техникум закончил Ну, конечно, в Мусатском районе Потом, потом, значит, закончил техникум И сразу, да Начал трудовую деятельность Нет, нет, нет Трудовую деятельность начал я в Петелинском районе Село Гридино А там была Гридинская МТС И вот нас, я, направили туда Ну, а там мы, наверное, ну, месяцев 5 или 6 лет Отработали И нас, значит, раз в армию И в армию В десантной Может быть, вы хотите сегодня, чтобы какую-то песню вы вспомнили вместе мы? О, понятно Да? А чего? Она хорошо поет? Да ладно А народная, народная какая любимая есть? Ну, давай, давай И нам, а там, 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 а там Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дмитрий Алексеевич 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 Гармонисту за игру, за игру, игру чаю. Два солёных огурца, картошка, рассыпу чаю. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А без неё не справиться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok